добрый день дорогие мои мы начинаем зимний сезон и как я вам обещал будет зеленая ткань а на ее фоне будут фоны которые я снимаю ну сейчас наверное не получится я сейчас маленечко попробую но для того чтобы были хорошие фоны нужно хороший свет чтобы вот эта ткань во-первых выровнялась я только сегодня повесил на ней еще складки во вторых у меня просто нет света там четыре светильника рассеянных нужно и поэтому я не могу сейчас гарантировать что у меня что-то с ней получится начиная зимний сезон с продолжение нашего летнего и мне еще раз повторяю нравятся ваши вопросы сегодня такой вопрос от человека к сожалению не знаю как его имя потому что ну тут явно что имя анонимное а значит тревога и страх это же не депрессия расскажите еще постоянной тревоги и страхи без причины таких тоже много и как людей в депрессии вы говорите что смирение миротворство кротость непротивление злу невоинственность избавляет от депрессии может и так но это же приводит к другим ужасным последствиям я почему спрашиваю в армии столкнулся с таким злом с террором преследованием это просто черти они люди садисты и что помогла мне кротость и невоинственность ну да помогла возможно остаться живым и не инвалидом вроде все разрешилось лучшим образом чем могло бы быть но теперь уже три года я не могу избавиться от беспричинного страха и тревоги хотя все уже давно позади а мне советовали наоборот сразу бить первого доводить все до предела отправить их в дисбат даже ценой своего здоровья или их самих уничтожить так вот кротость приводит к другим бедам хоть и не до и к депрессии вот такая у него у человека вывод что кротость приводит к другим бедам мне очень жаль что вывод то такой потому что человек все-таки проявил кротость и остался не инвалидом да еще у него все случилось лучше чем ожидалось давайте представим что он все-таки ударил первого начал драться значит начал их в инвалиды превращать себя в инвалиды или ценой жизни чего-то тут пытался добиваться и чтобы было но все бы стали инвалиды все бы стали в дисбат попали то есть в тюрьму попали или еще что-то но самое интересное что виновата остался бы он он ударил первый и поэтому скорее всего в дисбат он бы попал и у меня были такие случаи что человек пытаясь защититься вот так вот в армии нападал а потом сидел на гаупт вахтах и везде потому что считала что раз ты первый напал ты виноват такое есть бывает в армии и дедовщина и национальные сообщества или просто сообщества которые вот приходит вместе три-четыре человека пытаются всех под себя подогнать и заставить на себя служить и это большая проблема тем более когда сейчас вот эта жестокость молодежи выработаны в играх вот в этих компьютерных где убивай сколько хочешь и никакой тебе ответственности она некоторых из них на приводит и в неправильное поведение то есть они думают что они сами-то бессмертные поэтому начинает бить первыми и начинает воевать с кем-то а в результате оказывается что нет на это не возможности не сил не навыков да и случай может оказаться совершенно неожиданный когда я просто знаю когда чемпионы там россии по боксу вроде на четверых защищая девушки нападали а в результате сами же в тюрьму и садились потому что случай оказывался трагическим один из четверых убит а виноват тот кто один был вот поэтому слава богу что у него сейчас вот так но у него проблема страх страх и это действительно проблема которая у многих существует событие прошло а страх остался по-видимому я не знаю сколько он там служил он входил в этот страх достаточно долго и это он прав это не депрессия это стресс стресс то есть напряженные состояния в страхе не отпускающие и это состояние может длиться долго особенно страдают этим ребята которые прошли там горячие точки так будем называть потому что там вообще самый высокий предел этого страха я встречался и с командирами которые участвовали в боях и значит самими ребятами ну некоторые не могут без этого страха вообще существовать грубо говоря вот как только вспоминает как как с ним все вот это все было так у него появляется какая-то бодрость какая-то вот желание что-то делать и так далее почему они вот часто вспоминает фронтовики свои значит вот такие события и так далее к сожалению вот этот стресс если он такой высоты был а в том случае и его нет в жизни он может являться двигателем этой жизни и человек уже ищет этого стресса он хочет этого стресса тот кто наоборот от этого стресса избавиться не может это к сожалению редкие случаи когда еще и героизм некоторые в этом проявляется человеку там награды дают за такое вот он в этом стрессе может долго проживать но когда мучает этот страх это уже другой вопрос это другой вопрос и ответ то на него по христиански достаточно простой и в то же время абсолютно гениальный я считаю что это вообще вся фраза и что за ней сказал при ней сказал значит христос она вообще ключевая в евангелии ключевая и фраза звучит избавляющий очень просто оглядывающийся назад неблагонадежен для царства небесного все то есть здесь причина то страха какая человек оглядывается назад человек вот остался в том времени и в тех событиях и все время их еще и переживает и я так понимаю что и вспоминает всех и эти события и все остальное и у него этот стресс опять возникает это самое наше нормальное явление потому что у нас всегда с образами которые мы воспоминаем записываются эмоции которые к этим образом прилагаются почему говорят вспомнить самые лучшие красивые для себя места и времена и тогда у вас будут хорошие образы и хорошие значит настроение а он вспоминает вот эти и все время переживает и в принципе то это нормально и можно сколько хочешь посоветовать что вот давай перестай его забудь забудь скажи что это все было давно но выход из этого все равно достаточно сложный хотя он только такой за только забыть только забыть и здесь может быть придется забыть достаточно многое вот это навязчивая идея что надо помнить все что в армии надо своих фронтовых друзей значит армейских помнить надо с ними отношения поддерживать и все остальное она может быть причины вот увязки этого страха внутри вас с этими с этими же парнями с этими же воспоминания поэтому совет один не оглядывайтесь назад не оглядывать иначе вы вот с этим страхом человек неблагонадежен для царства небесного это не мои слова так что вот я думаю что я на этот ответ на этот вопрос ответ дал поэтому давайте перейдем к следующему вопросу а этот ролик я короткими роликами чтобы вам не зацикливаться значит буду делать а этот вопрос мы оставим позади не будем оглядываться на него назад следующий вопрос житиях святых интересные эпизоды можно встретить вроде как такие насмешки оскорбление над мучительными складывается такое впечатление да и про был было не такова там как мы привыкли читать жития в такую вот сказать красивой сказочной форме сейчас мы на этот вопрос ответим а пока всем здоровья и радости аминь